Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Как вы знаете, у меня есть Boosty, на котором меня можно поддержать на всякие разные суммы. Boosty.to slash судаков. Заходите, поддерживайте. И вот людям, которые меня поддерживают на пледж от того, что можно со мной тусить в чатике и со мной общаться постоянно каждый день на разные всякие темы, преимущественно про кип-поп, разумеется, я раз в год на их день рождения делаю такой подарок. Я разрешаю им выбрать песню-клип, на который я отреагирую. В дополнение к тому, что они и так, в принципе, меня иногда заказывают. И в этот раз день рождения был у Полины. Давайте ее поздравим. Она меня довольно-таки долго поддерживает. За это ей большое спасибо. И она мне выбрала песню группы High Key под названием Seul. Such a beautiful city. Seul — такой прекрасный город. Это с их нового альбома, мини-альбома, разумеется, Seul Dreamin' — мечты о Сеуле, видимо, который у них очень успешным оказался. Смотрите, High Key я отреагировал пока что ровно на одну песню. Она называлась Athletic Girl. Песня была чудесная. Мне очень понравилось все. Мне понравилась стилистика, музыка. Прям вот все было прекрасно, на самом деле, в этом клипе. Девчонки замечательные. Я там сразу же себе выбрал биос. Это было Ситала. И потом Ситала оттуда выгнали. Технически это было не так. Технически нетизины. Клятые начали возмущаться, что, мол, девушка, она дочь своего отца, и она своего отца, оказывается, не хочет отказываться, а он поддерживал военную диктатуру, да, у себя в стране. И, мол, она плохая, фу-фу-фу, надо ее выгнать. Ну, очевидно, по мнению Нетезина, в которой постоянно я расти, она должна была на папашу плюнуть и растереть. Или вообще просто про это помалкивать. На мой взгляд, это дурной подход. Агентство, в принципе, к их чести вроде как ее защитило. Это было еще, по-моему, до дебюта. И сказала, ничего подобного. Ситала никуда уходить не собирается. Но потом Нетезины все еще визжали в Апиле, и, возможно, ее там, не знаю, травили в сосетях, еще что-то. И в итоге Ситала оттуда ушла. Ну, как сказано, парижное обстоятельство, но, очевидно, эти два события взаимосвязаны. Обидно. У меня из группы пропала... Да, ну, как минимум, одна из двух билась. Мне там понравилось очень две девочки. Одна из них была Ситала. Ситала была такой самой прям запоминающейся внешностью. Я расстроился. Потом у них вышла одна песня. Я послушал кусок, мне не сильно зашло. Потом у них вышла еще одна песня. Песня называлась Rose Blossom, сколько я помню. И, опять же, я ее послушал. Это было мимо. То есть это вообще не то, что мне нравится. Это слишком такая веселенькая, замечательная, прекрасная песня. Наверное, очень хорошая. И как раз в отличие от Athletic Girl, которая как-то мимо прошла чартов, это прям взлетело-залетело. Продажи у них просто втопили яростно. У них продажи мини-альбома Rose Blossom составили 41 тысячу за все время. Это очень круто, это замечательно. А, например, господи, продажи, по-моему, Athletic Girl были какие-то совсем мизерные. То есть ни о чем там было. Вот. И, в принципе, этот Rose Blossom для них стал такой путевкой в большой кип-поп. Они, в принципе, ее неплохо капитализировали. Вместе с Италой они взяли Хисео. Хисео у нас, собственно говоря, оказалось, попало в группу, созданную по мотивам Quindom Puzzle. Если ничего, конечно, не путаю. По-моему, так это было. Я за нее особо не болел, поэтому даже немножечко мои воспоминания плывут, потому что Quindom Puzzle меня под конец утомил своим странным подходом местами, да, своей чудовищной затянутостью, как, в принципе, это бывает у Метод. Но не суть, не важно. Многие компании, которые, артисты, артистки, которых участвовали в Quindom Puzzle, разумеется, решили капитализировать этот успех, и поэтому у нас уже вот камбэки всякие появляются. Тут случился как раз камбэк у Hockey. Планируется вот-вот будет камбэк у Purple Kiss, да, от которой участвовали. Сразу же Юки участвовал от Purple Kiss. Так вот, камбэк есть, песни есть, есть только одна проблема. Доключается в том, что этот клип заблокирован в Российской Федерации. По крайней мере, я не смог его найти и скачать, пока не включил VPN. Поэтому вы, дорогие друзья и слушатели, скорее всего, либо не увидите, не услышите никакого клипа, либо, например, только не увидите, либо не услышите. Я еще не уверен, как именно он блокируется. Бывает так, что клип блокируется только по музыке или только по картинке. Самое, наверное, лучшее, это когда клип блокируется по картинке, а музыка остается не тронута. Но это редко случается, обычно по музону блокируют. Спасибо большое дурному агентству, потому что это, извините, Sony Music Korea. В Sony Music работают идиоты. Ладно. Тем не менее, вы можете, как всегда, либо включить трейлер, ой, трейлер, клип в отдельном окошке и слушать вместе со мной, либо просто пойти на любой другой сервис. Ну, то есть, ВКонтакте, Дзен, Рутюб. Пожалуйста, ссылки все будут в описании. Заходите, слушайте, смотрите там полностью. Там ничего не вырезано, там все нормально. Это нормальный сервис, в отличие от Ютуба. Как-то так. Все. Предупредил. В любом случае, Полине, спасибо за заказ. Давайте реагировать, смотреть, что нам подарит группа Хоккей с песней «Сиул, what a beautiful city». Три, два, один, поехали. Запись-то у меня идет. Идет. Да. С какой-то даже с ретро-нотками. Да. Ретро-стилистика имеется. Песня очень мажорная. Прям максимально мажорная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Синтезы, звучащие на фоне, звучали как раз активно в 80-х, да, преимущественно в 80-х. В саундтреках, в песнях, в чем угодно. Внезапный переход на полускорость. Интересно. Ну и стилистика выдерживается местами, особенно вот этот интерлайс-картинка. Мне нравится этот сет. Здесь и танец хорош, и картинка хороша. Ну, в чем не откажешь эта песня, так это в роднообразии. Похоже, честно говоря, по звучанию, отдален некоторые песни Brave Girls. Не такие они... У них разный заряд позитива. Обычно у Brave Girls и у High Key. Но особенно ретро-стилистика есть, ретро-звук есть, синты похожи, и, в принципе, атмосфера и визуал тоже чем-то схож на самом деле. Ладно, давайте смотреть сразу же еще раз. Немножко не моем стиле песни. Мне гораздо больше импонируют более драматичные песни, как Athletic Girl. Отличная девушка. Но, очевидно, публики либо от рекламы, либо такое бывает, случается. Раскликнуло, и все, пожалуйста, и пошло-поехало. Но вот публики заходит такое больше, и, в принципе, этот альбом у них, разумеется, их личные рекорды бьет, потому что он за день продался тиражом больше, чем у них обычно за неделю продавалось. Потому что у них вот как раз Rose Blossom за неделю продался тиражом что-то в районе 6 тысяч с копеек. Там 6-900, типа того. Этот альбом, который Seo Dreaming, он продался за сутки 7 тысяч тиражом с копейками. А за, по-моему, неделю, даже не полную, уже 50 тысяч с копейками. То есть, на самом деле, все, он уже побил их рекорды личные. И это пока только неделя прошла. Или даже не прошла. Он вышел 30 августа. Пока еще, по-моему, немножко не прошла. В общем, я их поздравляю в любом случае. Я рад, что группа нашла свое лицо. Мне, опять же, стиль немножко не мое. Хочется, чтобы они иногда, иногда что-нибудь эдакая выдавали все-таки в стиле Athletic Girl. Может быть, какие-то бисайды. Есть какие-то бисайды? Есть. На этом альбоме или на предыдущем альбоме в стиле Athletic Girl, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я обязательно это дело послушаю. Потому что мне прям искренне интересно. Кошка, скоро я тебя пойду покормлю. Не переживай. Давай, да. Кушаю еще один раз. Хорошо? Клип. И все, пойду кормить. Тебя и мелко. Давайте еще раз слушать, смотреть. Может быть, кошка сюда прыгнет. Прыгнешь? Нет, ну ладно. Такое торжественное все. Торжественное. Я не верю, что расслышу, но может быть, кто-то спит, кто-то плачет. Поначалу может показаться, что песня будет более-менее однообразная. Ну, потому что это синтез, значит, на фоне особо не затыкается. Но, как я уже показывал до этого, песня... Нет, не однообразная точно. В общем, девчонки, их агентство молодцы. Они действительно оседлали. Использовали популярность с квиндом пазла, чтобы еще сильнее продвинуться вперед на музыкальной сцене. Кошка, только, пожалуйста, аккуратно. Спасибо. Главное, вы ничего не слышите с музыкой. Вы слышите только, кошка, пожалуйста, аккуратно. И никакой реакции абсолютно. Я преимущественно сижу и смотрю в экран. Ха, смешно. Клип яркий, довольно красочный. Не пережженный, скажем так, не с перебором, а просто такой, милашный-милашный. Я буду чесать кошку в ритм-песне. Вроде ей нравится. Да, очень хорошая картинка. Вот здесь особенно. Вот тут момент, как будто легкий уход в минор, но ненадолго. Кошка тут вообще так извернулась. Окей, песня веселая. Это у нее не отнять. Она довольно заводная. Этого тоже не отнять. Ну, а то, что для меня слишком веселенькое, что ж поделать. Кошка хвостом аж клавету раздвигает. Слышишь, обалдежница? Вот, как-то так. В общем, вам понравилось? Напишите. Как вам, зашло, не зашло? Нравится вам такой стиль? Не нравится? Я, в принципе, все уже сказал. Спасибо еще раз большое, Полине, за заказ. Вот, наконец-то, я и полноценно знакомился с еще одной песней. Хайки. Жалко, что и блокирует, конечно. Жалко, что приходится вас там перенаправлять на какой-то другой ресурс. Все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Полина, еще с днем рождения. Всем моим подписчикам, спонсорам. Гран-мерси. Продолжение следует.